Выкидывая пластиковые бутылки, бумагу или иной мусор, мало кто задается вопросом, что с ним происходит дальше. На самом деле мусорная история имеет продолжение. Это стало возможным благодаря развитию производств с использованием вторсырья. Его сбор и обработка в Бресте на базе мусороперерабатывающего завода и оригинального центра по разборке сложной бытовой техники успешно работает. Об этом красноречиво говорят цифры, а именно плановые показатели. В 2014 году при плановом задании по состоянию на 14 мая в 36,6% в целом по всем вторичным материальным ресурсам сбора мы собрали уже 54% от плана. То есть свыше половины мы уже имеем. Это говорит о следующем, о том, что в довольно короткий период создана эффективная система сбора вторичных материальных ресурсов. Кроме того, что эта система слаженно работает, она успешно развивается. К примеру, в начале текущего года в Бресте был создан региональный центр по разборке сложной бытовой техники, приемке твердых коммунальных отходов и вторичных материальных ресурсов. Мебель, шины, бумага, картон, а также другая ненужная ветошь – все это работники центра сортируют и отправляют на дальнейшую переработку. Преимущество нового производства состоит в том, что сюда может привезти мусор любое физическое лицо – ваш сосед по даче или по лестничной клетке. И совершенно не важно, сколько мусора он привезет – 5 или 200 килограмм. Более того, если бытовые отходы рассортировать заранее, можно получить материальную выгоду. Преследуется, конечно, много целей. Человек, во-первых, чистит свой участок приусадебный или дом или квартиру. В то же время, конечно, это немаловажный вопрос экологии, потому что до этого население даже в этом же районе, до того, как был создан центр, близлежащие все районы, ну просто свозили где-то в лес выбрасывали. На сегодняшний день, конечно, многие не хотят платить за мусор. Многие с удовольствием везут и рады, что центр открылся, и есть куда просто избавиться от мусора. В то же время, если раздельно привезти, значит, еще и получить за это деньги. Кроме сортировочных линий существует еще один вид сбора бытовых отходов. Это знакомые нам контейнеры для мусора, которые стоят почти в каждом дворе. Они предназначены для бумаги, картона, стекла и пластика. Однако не всегда жильцы кидают бутылки или картон в нужную урну. Конечно, эту проблему решат уже на этапе сортировки. Но зачем, если можно ее не создавать, кидая в ящик для пластика пластик? Это значительно облегчит работу сотрудникам завода и позволит заниматься дальнейшим совершенствованием механизма сбора и обработки мусора, которое и сегодня показывает положительную динамику. Продолжается работа и по полному охвату договорами на санитарную очистку юридических и физических лиц. Приобретаются специальные мусоровозы, контейнеры, строятся контейнерные площадки в старых вовнов, строящих микрорайонах города. Приобретается специальная техника, обеспечивается контроль за работой специального транспорта, ставятся системы GPS, создаются сценарные мобильные пункты приема вторичных материальных ресурсов. Проблема отходов может быть эффективно решена при активном участии не только специализированных заготовительных организаций, но также юридических лиц и населения. Необходимо понять, что те отходы, которые остаются на дне мусорных баков, это потенциальные сырьевые ресурсы для производства. И самое правильное – не уничтожать, а грамотно использовать то, что мы с безгливостью отправляем в контейнеры.